Летом, когда солнце активно, как никогда, дети проводят много времени на улице. Жара и сухой воздух несут серьезную нагрузку для организма. Дети наиболее подвержены тепловому и солнечному удару. Поэтому взрослым нужно быть особенно бдительными и запомнить несложные правила. Одевать ребенка в просторную одежду, светлых тонов, желательно из натуральных тканей. Ношение головного убора обязательно. Протирать влажными салфетками лицо и ладошки ребенка. Почаще поить водичкой, не гулять с 12 до 16, и пища должна быть легкой. Чтобы оказать своевременную помощь, взрослым нужно знать первые признаки теплового удара. Ребенок становится апатичным, вялым, часто плачет. Лицо краснеет, а потом становится бледным. Наблюдается сухость губ и покраснение глаз. Возможно, повышение температуры. При особо тяжелых случаях ребенок теряет сознание. В этих ситуациях нужно действовать быстро и решительно. Раздить, распеленать, положить на горизонтальную поверхность, ножки положить на подушку или валик, на лоб, прохладное, мокрое полотенце. И если есть рвота, то голову на бок. Поить почаще питьевой водичкой маленькими глоточками. При необходимости вызвать скорую помощь. Детская кожа очень восприимчива к солнцу. Поэтому есть риск получить солнечный ожог. Чтобы его предотвратить, нужно использовать специальные детские средства с высоким фактором защиты. Не стоит также укрывать малышей в коляске плотными одеялами и пеленками. И самое главное в жару для любого возраста – соблюдать питьевой режим и не выходить на улицу в часы активного солнца с 12 до 16 часов. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.